Всем доброе утро. Здравствуйте. Мы опять на Старом Арбате. С Новоскресенье. Дамы господа, Кампай. Сегодня с особенным удовольствием мы чекаемся. Кампай. Кампай. Сайонара. Брахмапутра. Сайонара. Ну я просто не болтаю. Какой чаёк. Итак, в этом году уже последняя запись. Я как-то нагло попрощался в прошлый раз, но народ меня убедил, что нам в отпуск ещё рано. А народ ведь он главный. Мы же для кого. Ну вот и поэтому, собственно говоря, сегодня те темы, которые так или иначе нас тут спрашивали, нас тут подмывали, чтобы мы их так или иначе осветили, прежде всего, ну, скоро Новый год буквально уже практически настал. Народ сейчас выпучил глаза, бегает по улицам в поисках каких-то подарков. Самое интересное, народ почему до последнего ждёт, 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 а потом в последнюю неделю начинает покупать подарки. Это же дикий стресс. И подвергаясь этому дикому стрессу сперва во время поиска подарков, потом, собственно говоря, во время самого праздника опять же дикий стресс, а потом же чрезмерное потребление жратвы и водки и всего остального, причём чаще всего водки какой-нибудь страшной, приводит опять же к стрессу, отравлению и так далее. Давай об этом всём поговорим. Давай, только для начала. Ты сказал, что нас подмывали. Подмывали. Нас никто не подмывал. Не подмывал. Мы с тобой сами подмываем друг друга. Да, да, да. Нас с тобой подмывает рассказать людям. Да, да, да. Итак, дорогие друзья, будем кратки и информативны. Итак, стресс. Да. Значит, я не знаю, как у вас у всех. У меня осталось два дня в году, когда я чувствую приближение праздника. Это Новый год и 9 мая. Причём и под Новый год и 9 мая я плачу. 9 мая плачу. Понятно почему. Объяснять не надо. А под Новый год я плачу от щемящего ощущения приближающегося чуда. Чудо? Да. Я знаю, что чуда не будет, но с ощущением не поспоришь. Поэтому самое главное, о чём хотел бы я вас сегодня попросить, не надо портить себе вот это замечательное и щемящее ощущение заведомо невозможного чуда. Поэтому, что бы вы не делали под Новый год, не делайте ничего в ситуации лихорадки, тряски, волнения, пустых и безнадёжных мечтаний, иллюзий. Делайте всё спокойно. Составьте план, что нужно купить. Какие продукты, какие подарки. И спокойно и планомерно занимайтесь покупкой необходимых продуктов и необходимых подарков. Потому что, если вы подойдёте 12 часам ночи 31 декабря в состоянии повышенной возбудимости, вам ничто не пойдёт впрок. Ни прекрасное вино, ни прекрасная еда, ни прекрасная компания. Ничто не пойдёт впрок тому, то трясётся, кого бьёт снаружи и изнутри. Поэтому, делайте всё спокойно. И рекомендую всем часа 2-3 вечером 31 декабря поспать. Поспать. Можно просто посидеть в кресле, послушать хорошую музыку, какую-нибудь книжку замечательную почитать, подумать о чём-то приятном. Подготовить себя к встрече Нового Года. Для того, чтобы вы встретили Новый Год с радостным сердцем и с размягчённой душою, не подходите к праздничному столу в состоянии возбуждения. Ужасно. Не, они же не подойдут. Они всё равно будут бегать до последнего стола. Я знаю, что буду. Но сказать я должен. Ну, давай. Вот я говорю. Дальше. Алкоголь. Значит, дорогие друзья, у нас несколько простых правил. Правило первое. Сахар, алкоголь и углекислый газ в сочетании – это яд и отбойный молоток для печени. Таким образом, шампанское – это смерть. Нет, шампанское – это зло. Если вы будете пить шампанское, пейте, пожалуйста, брюд. То есть, максимально сухое шампанское. Ну, ты размечтался. Он перед неё, он брюд. Нет, но сказать я должен. Кристаллы. Нет, но сказать я должен. Ну, давай. Значит, я говорю. Ага. Значит, дальше. К сожалению, Новый год устроен так, что всем приходится смешивать алкогольные напитки. Причём, по моему опыту, все делают всё неправильно. Провожают старый год водкой, встречают Новый год шампанский. А градус надо повышать. Ого. Это убийство полное. Если уж вам приходится смешивать алкогольные напитки, то градус надо… Повышать. Повышать. От пива к водке и наоборот. Поэтому не пейте ничего крепче шампанского до того, как вы пьёте шампанское. Ну, это да. Точно совершенно, да. А лучше всего вообще не смешивать алкогольные напитки, а пить только шампанское и именно брюд. Это идеальный вариант. Да. Теперь еда. Дорогие мои, ни в коем случае не подходите к праздничному столу голодными. Это неправильно. Вы должны 31 декабря кушать как можно чаще и как можно меньше за один раз. С тем, что вы встречали Новый год, вы сытыми. Тогда, во-первых, весь год вы будете сыты. Во-вторых, 1 января вы не испытаете тяжелейшего состояния обжорства и похмелья. Ужас. Да. Теперь, что из еды, собственно говоря? Меня вообще… Да. Так идти и послушать. Я понимаю. Но я должен сказать? Ну, давай. Давай, давай, давай. Значит, меня приводит в ужас наше обычное меню. То, что мы называем салат оливье – это на самом деле зубодробительная для желудка окрошка. Тут я хочу ремарку сделать. Салат оливье – это не то, что… Я только хотел сказать. Ты у меня снял с языка. Ты снял с языка. Снял с языка. Да, да, да. Потому что, вообще, это препарально в советской кулинарии, точнее, в советской общепите называлось салат московский, стал столичный. Оливье он никого даже не имеется. А во французском общепите он называется салат русский. Наверное, да. Я во Франции такую дрянь не ел. Поэтому оливье переворачивается в гробу, когда видит то, что мы называем его им. Тот самый шеф-повар, который придумал салат. Так вот, вот эта вот дикая мешанина – это отвратительно. Мешанина. Угу. То есть, смотрите, что мы едим. Салат оливье, селедку под шубой, холодец, мясной ассорти, рыбной ассорти и массу других тяжелейших продуктов, обильно сдобренных майонезом. Друзья мои, это вред. Рекомендую. Новогодний стол должен быть простым, удобоваримым. Закуска должна быть легко перевариваемой и по возможности масляной для того, чтобы воспрепятствовать быстрому всасыванию громадных доз алкоголя. Да. Итак, про алкоголь сказал, про еду сказал. Друзья мои, ни в коем случае не занимайтесь в новогоднюю ночь сексом в пьяном состоянии. Ужас какой. Нет, ну сказать я должен. Ужас. Нет, ну сказать я должен. Нет, ну сказать я должен. Ну давай. Значит, если вы, даже самая любимая и любящая женщина не простит вам потом, если вы вступите с нею в порочную связь в пьяном состоянии. Ну ты моралист. Вдвойне ужасно это будет, если и она будет в пьяном состоянии. Ну ты моралист. Друзья мои, немножко выпить для секса – это счастье. Нажраться для секса, набухаться водкой, пивом, шампанским, портвейном, всяким другим винищем – это для секса ужасно. Это убивает светлые чувства и оставляет на утро чувство чудовищного раскаяния и тотальной пустоты. Нет, ну на утро у них много чего будет после того, что они съедят. Нет, ну сказать я должен. Ну это понятно, понятно. Они же все равно будут жрать всякое говно, они будут пить паленую водку. Андрюша, Бог же знал, чем кончится то, что он создал человека. Знал. Может быть он надеялся. Да, он не Бог. Нет, минуточку. Но он знал, чем все такое? Знал. Человека все равно создал. Создал. Я должен сказать? Ну давай. Бог. То есть ты Бог. Успохож. Успех. 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 Страшно Мы вспомним потом как-нибудь этого поэта Друзья мои, будьте счастливы Мы вас любим С Новым Годом